Думская ТВ подводит информационные итоги недели. Борьба за Медин, судьба, санатория Лермонтовский, побег из тюрьмы и учения Сибрис. О главных событиях Одессы и региона расскажут наши корреспонденты. В студии работает Юлия Долганюк. Здравствуйте. Борьба за Медин продолжается. Назначенному Минздравом и у ректора Константину Аймедову удалось попасть в свой кабинет. В этом помог нардеп Сергей Мельничук вместе с активистами. Охране вуза пожилой женщине остановить их не удалось. Сработала сигнализация, на место прибыли автоматчики из охранной фирмы. В результате была разбита дверь в кабинет ректора, после чего Аймедов забаррикадировался внутри вместе с полицией. Отследить дальнейшие действия сторон с помощью камер наблюдения не удалось. Как сообщили сотрудники вуза, все камеры по непонятным причинам были отключены. Отмечу, Аймедов уже третий день не может приступить к своим обязанностям. На сегодняшний день идет блокирование, я не знаю где, печать университета. Сегодня утром кадровики были отправлены со своего рабочего места тем же самым властинком, чтобы они не смогли завизировать, грубо говоря, приказ МОЗа и сдать на этом основании внутренний приказ о переводе меня на эту должность. Избирают на пост исполняющего обязанности ректора временно, до момента объявления и проведения выборов нового руководителя. В университете уже работает и комиссия Минздрава, которую ранее не пускали. Сотрудники вуза, в свою очередь, уверяют, в проведении проверки никто не мешал. На своей странице в фейсбук Запорожан назвал сегодняшнее событие рейдерским захватом. Первый же день проверки, убедившись в том, что состав комиссии был сформирован незаконно, что некоторые члены комиссии вообще нам не могут подтвердить свои полномочия, написали в очень мягких тонах, что мы вынуждены просто отказать в предоставлении определенных документов этому составу комиссии. Мы надеялись, что будут внесены изменения в приказ. Напомню, приказ об увольнении Запорожана министр здравоохранения Ульяна Супрун подписал еще во вторник. Его отправили в отставку за нарушение контракта. Активисты обвиняют руководителей в системной коррупции и хищении бюджетных средств. Сейчас бывший ректор находится на больничном. Тем временем, в данный момент в вузе сразу два руководителя. Одного Юрия Бажора назначил сам Запорожан, второго Константина Аймедова, Минздрав. Судьба Лермонтовского вздравницы собралась рабочая группа из нардепов и представителей Минюста. У санатории появился шанс перейти в собственность облсовета. О том, как принимали решение и чем, аргументировали четырехлетние разборки представители Министерства юстиции в сюжете Дианы Федотовой. Борьба за Лермонтовский продолжается. В санаторий приехали нардепы из комиссии по соцполитике и столичные чиновники. Результат их работы – постановление об отмене передачи здравницы в собственность Минюста. И народные избранники, и сотрудники здравницы уверены, что Лермонтовский должен быть передан Одесскому облсовету. И главное – без права отчуждения и смены профиля. Эти решения приняты нами, они будут направлены в кабинет министров, будем смотреть, что будет дальше. В любом случае сделаем все возможное. Я, как одессит, буду делать все возможное, чтобы этот санаторий, которому более 100 лет, и который уже 100 лет оздоравливает людей, чтобы он и дальше продолжил свою деятельность. Противостояние в Лермонтовском продолжается уже четвертый год. За это время неизвестные в Балаклавах полтора десятка раз пытались блокировать санаторий, используя арматуру и ломы. Люди, не представляясь, заходили в здание здравницы и не пропускали ни работников, ни пациентов. Министерство юстиции полностью дискредитировало себя. И я думаю, то решение, которое приняло сегодня комитет Верховной Рады, оно полностью удовлетворяет и коллектив, и одесситов. Искренне надеюсь, что министерство юстиции умеет свои аппетиты, и дальнейший наш диалог будет в правовом русле. Сотрудники Лермонтовского были настроены категорично и не хотели пропускать на заседание представителя Минюста. Чтобы услышать вторую сторону конфликта, нардепы все-таки убедили персонал пропустить Илью Лубышева. Тот уверял, что все действия со стороны министерства абсолютно законные, а коллектив просто не идет на контакт. Тем не менее, после бурных обсуждений, обе стороны договорились, что до нового решения Кабмина никаких потасовок на территории здравницы происходить не будет. Министерство юстиции, я думаю, представитель министерства юстиции уже излагал свою позицию, борется за сохранение санатория для того, чтобы он не стал частным, он не был распродан, он не был разрезан на куски. Любое законное решение, которое будет принято, я не вправе ни оспаривать, ни действовать в разрез. В ближайшее время юристы займутся подготовкой документов для обращения в кабинет министров. В течение месяца они рассмотрят проект постановления. При положительном ответе Кабмина процесс передачи санатория на баланс областного совета займет еще несколько месяцев. Диана Федотова, Виталий Прус, Думская ТВ. Побег из тюрьмы. Во вторник из колонии сбежали трое заключенных. Преступников задержали в течение трех дней. Все мужчины возрастом от 20 до 26 лет. Это Иван Запорожан, Владислав Куспис и Вячеслав Загорняк. Один из них сидел за изнасилование несовершеннолетней. Остальные два за кражи. Заключенные жили в разных блоках, но работали в хозчасти и промзоне и имели доступ к овощехранилищу. Предварительно проломав стенку овощехранилища, отодвинули защитное ограждение и спрыгнули на Лиздорскую дорогу. Один из них насильник, два воришки, просто воришки. Спокойные, работали, что-то особое себя не представляют. Для поимки преступников полиции объявили план сирена, привлекли даже вертолеты. Двоих беглецов задержали уже на следующий день. Одного нашли на еврейском кладбище. Среди могил тот обустраивал себе ночлег. Второго обнаружили на улице Химической. А вот третьего заключенного, Владислава Кусписа, правоохранителя задержали в пятницу утром на Киевской трассе. План сирена, который многие в Одессе недолюбливают, потому что перекрывают, сработал эффективно на 100%. Все трое лиц, которые сбежали с тюрьмы, задержаны. Инспекция американского Маунт Уитни и операция на Сагайдачном под президентским флагом. Петр Порошенко прибыл в Одессу, чтобы лично познакомиться с американским главнокомандующим и оценить уровень ежегодных учений Сибриз. В импровизированном бою задействовали артиллерийские катера и противолодочные вертолеты. Все подробности далее в сюжете. Шестерка артиллерийских катеров атаковала флагман Гетман Сагайдачный. Оценить силу морского компонента и познакомить с военными учениями Сибриз поближе приехал президент Петр Порошенко. Применив атаку «Волчьей стаи», боевые катера попытались загнать в ловушку фрегат. Бойцы демонстрировали самые сложные комбинации маневры. В операции также принимали участие два вертолета Ми-14 и корабли Госпогранслужбы. Они оберегали украинский фрегат от вражеского нападения. В учениях приняли участие около 200 членов украинского экипажа. Президенту показаны были элементы строя, из которых наиболее эффективное использование оружия. Президент отметил, что обстановка в Черноморском регионе очень напряженная. Но уверен, что такие учения, как Сибриз, помогают наращивать военный потенциал Украины. По словам президента, все украинские партнеры по НАТО уже дали высокую оценку подготовки наших военнослужащих. Поднять дух моряков решили новым водолазным оборудованием. Мы должны докласти максимум усилий для быстрого восстановления деятельности своей морской оборонной компоненты. И быть четко и завжди готовы к спильным оборонным действиям в Черном море. Несколькими днями позже, в рамках международных учений, на Змеином прошла спецоперация. По легенде, остров захватили террористы. Часть террористов смогли сбежать. Они захватили пассажирское судно и удерживали экипаж в заложниках. Сводное подразделение спецназа флота и морских пограничников взяли лайнер штурмом. Противников нейтрализовали. Вместе с действующими военными в учениях приняли участие и курсанты в военной академии. Будущие командиры подразделений морской пехоты. Дарья Сметанка, Диана Федотова, Юлия Долганюк, Думская ТВ. ЖКС отказался платить штраф за сбитую лепнину дома Либмана. Теперь вопрос решается в суде. Речь о сумме в 340 тысяч гривен. В понедельник в Одесском окружном админсуде прошло первое заседание. Напомню, 2 апреля работники ЖКС варварски уничтожили уникальный декор. Сделано это было после того, как часть лепнины упала на голову случайному прохожему, который попал в реанимацию. При этом они до конца отрицали свою причастность, обвиняя в вандализме частное жилеуправление Ренессанс ЛТД-92. В то же время ответчик категорически не согласен с позицией обл. администрации. И подал ходатайство об отзыве искового заявления. Диана Яковлева уверяет, с конца прошлого года здание не находится на балансе предприятия и оснований для оплаты штрафных санкций нет. Открещиваются и от видео доказательств, мол, коммунальщиков на месте в момент инцидента не было. Хотя работы проводились с помощью вышки одного КП в городе Лентрест. А журналистам удалось заснять и идентифицировать сотрудника другого ЖКС Портофранковский Анатолия Неруша. Я не хочу, чтобы меня снимали. Я имею на это право. Пробес из Конституции нашей страны. Уберите камеру. Я говорю, камеру уберите, чтобы я не разбил камеру. Власне, у меня также есть вопросы с этого привода к главного специалиста управления культуры. Потому что из этих видеоматериалов, еще один день до материалов с правой, мне вообще не понималось, что это за человек. Или кто-то с ней общался. Или, может, какие-то заходы были приняты по установлению этой особи. А вот соседнему дому Урусова повезло больше. Там продолжается реставрация. Сейчас рабочие усиливают фундамент памятника архитектуры. Параллельно проходит и расчистка объекта от строительного мусора. Его за неделю из здания и из прилегающей территории было вывезено более 900 тонн. Одновременно в лепном цеху специалисты работают над восстановлением лепнины. Говоря о сроках выполнения работ, чиновники уверяют, в дальнейшем планируют ускорить процесс реставрации. Проведено соответствующее совещание, консультация со специалистами, дабы ускорить процесс уже начала работ по монтажу перекрытий, восстановлению проемов, заполнению проемов и так далее. Это были главные новости глазами моих коллег. На следующей неделе будет еще больше информации. Обо всем самом важном в этой студии расскажут Елена Еремеева и Ксения Терзи. Следите за эфиром и оставайтесь на Думская ТВ. С нами всегда интересно. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова